всем здарова всем привет вы на канале гамбита здорово ребята и у нас последняя 1 16 нашего турнира вот и следующая 1 8 уже у всех будет по отдельной видосе все будут очень блатные вот но пока у нас есть сана и лорд нечисти и давайте в принципе представлю их команды так давайте в куберу вот значит сана у нас играет на команде архангелов с 300 на вот демона у него чисто защитные тоже тоже одобряю и фестивальная команда демонов сана прям реально играет на метовых командах и на первый бой ему залочены именно команда демонов так что у него выбор либо метовая сейчас фестивальная команда что очень сильно либо же метовые архи которые от синего тармеля который показывал на турнире китов интопит ну и им на топе там он как-то по-другому я его назову чисто интопит вот типа у него вот эта команда первое тоже прикольно лорд нечисти играет на чуть менее метовой фестивальной команде с гаутером и эсконор четвертый слот команда архов зеленый сарельбан в принципе неплохая команда она уже показывала в этом сезоне весьма неплохой результат так что может выстрелить и команда неизвестных то что о неизвестная команда на помещу а вы знаете кто спонсор этого канала и ватани науфуми да к сожалению вы не видели мою реакцию ну да это и ватани науфумич и здесь у лорда нечисти локнута как раз вот первая его команда поэтому предлагаю уже посмотреть что там ребята готовы они или нет значит ну так подождите у них обоих еда а за 12 оборона 8 я не понял а что за это игра с едой так еду убери без еды турнир просто он уже готов с едой на азэшку я такой думаю а ну в принципе да классно почему бы и нет еда на азэ на самом деле очень имбалансная и даже в пвп особенно когда вы уже прокачали хоть как-то ваш аккаунт вот и чисто еда на азэшку дает огромнейший валуи в том плане что ну в основном типа ребята по бк уже привыкли к урону а еда на азэшку может типа опа и сбить с толку ребят значит у нас будет архангел с тристаном очень интересная кстати формация мне она нравится но я тоже я взял кстати на турнир вот против еще более защитных а на фуме и рафтали сейчас еду убираются а то максимальная азэ немножко не та тема типа сама убрал еду вот а иммики скорее всего только что активировал еду поэтому ему нужно активировать куда другую еду вот хотя бы на опыт золота или тому подобного панка который никак не будет влиять на а как скинуть ешь другую еду на опыт либо золото по что дать иммики типа лорд нечисти еще не за так скидывать вот это все дел по всю тему но за команду на фуме я прям или а отдельный респект и уважение я хотел ее взять но потом типа ребята мне забатили на более серьезные команды не самые серьезные команды но чуть интересней вот золото окей окей все потому что если единая седина ее типа назад нельзя все просто на золото готово все команда на фуме че респект и уважение против команды архов еще больше респект и уважение к тому же это весьма интересные защитные архи но тут все равно у на фуме че 23000 обороны тут чуть больше и кстати это будет пожалуй наверное первый бой вообще среди всех боев где нет линка красного тармеля где вообще нет линка красного тармеля и это жирно блин сейчас сана съесть еду на азешку так сана давай давай ты затягиваешь видос let's go let's do it не бойся ты команды не это на у фуме че я понимаю это очень страшная команда но ты не бойся по факту да эта команда части наполовину состоит из неизвестных поэтому эта команда неизвестных что сана делать сана по ходу переодевает команду вот это то что я не хочу допускать в одной восьмой и тому подобного чтобы сразу ребята которые играют увидели свои баны и сказали свои пики чтобы не было такого что а я против этой команды буду играть плохо поэтому я переедену команду так let's go первая команда первый бой последнего боя боже я как атака титанов я сейчас просто как атака титанов типа это у нас первый бой последнего раунда 1 16 турнира боже мы прошли через ад ребят это последний бой поэтому все кто участвовали в турнире я вас поздравляю те кто прошли дальше мы с вами еще увидимся а те кто вылетели ну ребят дальше будут еще турниры и если будет много внимания к этому турниру мы сделаем три лиги для новичков средних и китов его и я думаю это будет весьма интересно то есть две три лиги на следующий турнир я уже так предполагаю сделать вот и соответственно да типа сделать вам возможно получится сделать еще больше призовой фонд для ребят участников если у нас появится таки спонсор потому что на этом на этот турнир у нас есть спонсор на целую месячную подписку и так и тогда прорекламил свой же турнир вот и мы начинаем борьба за месячную подписку самая лютая борьба и так архи начинают первые вот и так ну да типа ту архам тяжело разогнать бэкапу что тут трипл дэв над армией далеко не каждый покупает сет на триста на который вот недавно вышел да вот потому что не у всех есть 300 не у всех есть нормальный ультимейт на триста на не далеко не у всех есть костна этого триста на вот так что найти нормальное 300 на это очень сложно где-то таких видел но это очень сложно ладно у архов сейчас ультра же особо таки нет можно попробовать сыграть в агрессивный дэмэдж по рафтали попробуйте ее забрать через баф маргарет и две карты моя либо же может сыграть через просто стакинг и стандартный. Абсолютно стандартный стакинг. Это Баф Маргарет, Стойка Тармиеля и Ауешка Маэля. Это одни из самых стандартных ходов на этой команде. Посмотрим, что же реализует Сана в своем ходе. Потому что против него реально опасный оппонент. Там статов много. Можно, в принципе, так приблизить для интереса. 36 тысяч обороны на Науфумиче. 41 тысяч обороны на Рафтале. И это еще без бонуса на наши, которая может упасть на Рафтале. Сейчас увидим. Сейчас увидим. Да, Сана выбрал самый стандартный ход. Все нормально. Итак, давай. На наши. Действуй. Отлично. 49 тысяч обороны. Как по мне, плотность... Тут 39 тысяч обороны. 24-29 тысяч обороны. Здесь как бы обороны тоже много. Две оборонительные команды. Но здесь, да, здесь сложно. Как раз из-за того, что есть стойка Тармеля, который... Которая, ну, впитывает в себя дэмэдж. Но фокус от Лорда Нечести был очень грамотный. И здесь вопрос, будет ли агрессивный ультраж Моэля, либо же нет. Ау, агрессивный ультраж... Да, он может просто сделать, просто не скидывая вообще карты. То есть здесь два варианта. Либо идет в ультраж... Ультраж Тармеля идет. И просто сдвигивает. Потому что... Да, да, да. Он просто сдвигает, потому что понимает, что если он атакует, он попадет в пассивку... На наши. Вот, здесь, да. Здесь ход отчасти верный. Вот, дальше. Какой здесь аут? Истощения нет. Можно пробовать сыграть через... Килл Маргарет. Попробовать сыграть заодно ультраж. То есть здесь стойка идет однозначно. Вполне возможно атака на офумича. Хотя она не особо много дэмэджа сейчас внесет. Это не тот дэмэдж, который хотелось бы увидеть. Просто один стак гнева на офумича. Нужно хотя бы 4-5, а то желательно все 6. Поэтому, возможно, сейв карт на офумича... Нет, не сейв карту на офумича. С другой стороны, это весьма неплохой ультраж. Не та карта Рафталии зашла от отрыва. Если бы другая карта была бы сильнее. От наводнения. Было бы намного сильнее. Но здесь ультимейт. Ультимейт Рафталии. Вот. И ультимейт на офумича, который может зайти при убийстве на наше. То есть, либо, если сейчас Тармель добивает вообще всех, это... Ну, ладно. Тут есть еще истощение. Можно заградить через истощение. То есть, например, баф Маргарет, ульта Тармика и истощение на офумиче. Ну, и можно поставить даже лог на Рафталию. На офумич тоже много дэмэджа внесет. На офумич как раз рад тому, что игра затягивается. На офумич тяжело против агрессивных команд. Но, с другой стороны, Сана тоже играет на команде, которая весьма неплохо играет в долгой игре. То есть, здесь Либор... Ага. Решил играть чисто в агрессию через Маэля. Ладно. Это тоже неплохой выбор. Я вот думал, между агрессивной игрой через Маэля, либо же защитной игрой через Тармель и истощение повседней карты. И сейчас два ультимейта. Два ультимейта чисто... Они остались. То есть, стойкая два ульта. Стойкая два ульта. Ай, как хорошо. Немножко дэмэджа не хватило. Самую малость дэмэджа не хватило. Стойкая два ульта. Раз ультимейт и два ультимейт. Ага, по идее, как он попробует сейчас Маргарет забрать, да? Не, он в Маэля пробует играть, но до бабчика не будет работать. Даже шестой ультимейт... Но Маэль все равно лопнет. Я просто думал другой последовательность, но он, типа, так тоже нормально. Просто думал сначала Рафтарем в надежде убить Марго. Но ладно, здесь умер основной дэмэдж диле. То есть, это редко, когда увидишь возможность того, что, как бы, Маэль вылетает первым. Но, но лорд нечисти показывает, что этот, этот видос проспонсирован и вот они на Уфоме. И да, мы очень долго игр... Очень долго было пере... Очень много было переигровок перед тем моментом, как... Ээээ... Иватани Нафумич не выиграл. Поэтому, да, здесь очень много срезок. Ладно, я шучу на самом-то деле. Вот, но Иватани Нафуми тащит, но у него нет рываева. Маргарет может попробовать его забрать. То есть, Маргарет все еще остается база. У Маргарет остается еще очень много базы, но проблема в том, что там Рафталия под ультимейтом. А ультимейт 1.6 или 6.6 для Рафы не имеет вообще никакого значения. Вот, потому что она все равно получает этот бонус по обороне. Очень важный бонус. И сейчас давайте это так, чекнем статы Рафы. 54,7 тысяч обороны, от чего идет урон. У Маргарет сейчас только 25 тысяч, у Тармика 41. я поиграл бы в две карты Рафы. Ну, стойкая две карты Рафы, скорее всего, как-то так. Дэмэдж! И, возможно, я сыграл сначала через три стана для того, чтобы забрать основу базы. Потому что там же релик у Рафталии, если стоит стойка, то идет дополнительный исходящий дэмэдж. Вот, и... А, ладно, стойка стоит. Это я. Это я втыкал, что с прошлого раунда стойка стоит. Может, там золотая стойка? Это 8% обороны. Это 8% до происходящего урона. Ой, ну... Науфумич играет, типа, связанно с оборон... Ну, типа, от обороны чисто. Ха, там оглушение науфумича. Ладно, там есть две карты Рафы. Можно сыграть через карты Рафы. И, вполне возможно, можно играть с карты Рафы как раз в три стана. то есть здесь будет ультимейт. Тут два ультимейта собираются. Не, 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 не. Ладно, он хочет чистить руку, но я бы как раз мерзил бы карту ручками. Мерзил бы карту стойку, так я получал бы ультимейт науфумича. И две карты Рафы. Ну, да, две карты Рафы. И это минус три стана. Голдовая стойка. Это смотрится очень страшно. Ладно, тут есть оглушение просто идет. Здесь просто идет оглушение, но при этом открыт Тарвик. А у нас демэджа нет. У нас сейчас демэджа нет для того, чтобы попробовать даже то же самое три стана забрать. Это камбэк архов что ли? Это похоже камбэк архов, потому что нет демэджа сейчас. Рафа оглушена. Сана сделал очень хороший ход. Ну, а к ней сейчас допустил маленькую ошибку. Он бы мог собрать все ульты. Но не должно сейчас хватить демэджа у Тармеля для того, чтобы пробить там науфуми сейчас золотая стойка. 73 тысячи обороны науфуми. Я не шучу. 73 тысячи с половиной. И у Рафа 38 она сейчас потеряет статы. Но вот сейчас карта науфуми может вайпнуть. И он так и делает. Он до ультимейта хочет подчекать демэдж. 73 тысячи обороны. 73 тысячи обороны. Вы видели этот демэдж. Вы видели этот демэдж. Боже, обожаю. Какая класс. Можно это просто на заставку ставить. Я вам серьезно говорю. Это можно было просто ставить на заставку. Столько щитов было. Это капец. Ладно, смотрим дальше, что есть у оппонентов. Вот. Лорд нечисли сыграл очень хорошо на своей команде науфумич. Теперь у него выбор либо очень своеобразная команда фестивалей с зеленым гаутером, фестивальным баном и ластом с эсканором в четвертом слоте. И это весьма плотная команда. Либо же команда архов с сарелем. Вот. Ну, я как уже вижу, он выбирает команду архов с сарелем. Против сана, который сыграл на архах. И сейчас у него есть агрессивные демоны, либо же стандартная фестивальная команда через фестивальную дианку Рагнарёк фестивального бана и ласта. Зал и сам четвертый слот. Итак, хорошо. Пока 1-0 в пользу Лорда Нечисти. Итак, смотрим. Ну, похоже, да, Лорд Нечисти выбирает более такую стандартную команду. Вполне возможно затянуть раунд как раз на третий, потому что как раз Сана сейчас берет агрессивных демонов. Но у Сана очень хороший пул персонажей. Типа, с пулом Сана тяжело спорить, потому что первую команду он, да, проиграл, но вторая у него защитные демоны и фестивальная команда, что одна, что вторая команда очень сильная. Вот, а Лорду Нечисти это тоже фестивальная команда, либо Архи. Если фестиваль против фестивалей, против Дианки попадутся, это будет тяжко. Потому что здесь очень хорошо было бы, если Лорд Нечисти на команду Архов для Лока Баффа Маргарет. Он так, в принципе, выиграл. Поэтому будем смотреть. Ладно, защитные демоны похожи против Архов. Сейчас будет такое происстояние. Демоны против Архангелов. Ну, все по факту стандарта для нашего турнира. Вот, даже прошлый видос был абсолютно таким же самым. Демоны против Архангелов. Все логично. Ладно, вопрос. Возьмет ли Лорд Нечисти себе чистую победу в 2-0, либо Сана сможет отыграться. Но у Сана пул реально очень сильный и, типа, очень агрессивный. Типа, Лорду Нечисти будет тяжело. Особенно с этой командой. С учетом того, что тут Сарриэль, если у демонов будет первый ход, Сарриэль, скорее всего, будет лопаться. Вот, если второй ход, тогда он еще может как-то пробовать поддержать демэдж. Вот, но здесь очень важный будет момент БК. Очень важный будет момент БК. Хорошо, Фокс Пикс против Окаио. Кто же кого? Кто же кого? Кто же кого? Вот, интересный махать. Реально интересный махать. Но и Ватани Науфумич затащил первый бой. О, мое уважение. А объективно, да, реально мое уважение. Спонсор все-таки этого канала. Блин, мне нравится этот троппл, типа, что Ватани Науфуми это спонсор моего канала. Я уверен, что несколько комментариев тоже будут по поводу Ватани Науфуми типа спонсор этого видоса, этого боя, тему подобного плана. Вот. Ну, оно реально так и получается. Вот. Это просто рофл еще самого коллаба, потому что я очень многим говорил по поводу того, что и Ватани Науфуми он будет прикольный. То есть сначала мы пробовали все остальное, а потом тебе я сказал, что он хайфово играет. Понимаю, это коллабный персонаж, типа, многие просто ненавидят коллабных персонажей, но вот именно этот коллаб, он получился кайфовый как раз из-за того, что тебе не нужно много типа костов, броня гонится вот так по щелчку. А демеджи в этой команде очень много. То есть вы видели, как бы архи лопнули. Хотя у архов был первый ход, и архи тоже стакались. И архи были с Тристаном. И они все равно как-то лопнули против Эммм. Иватани Науфуми. Да, я понимаю, сейчас это не особо тир-1 команда, и возможно даже не тир-2 команда, но команда для фана, для элитки, я думаю, самая топ. Бо, ладно. Сана готова на своей демон-тиме, и остается ожидание, ну, я думаю, типа, лорд-нечи сейчас очень быстро будет готов. Вот. Потому как я и так уже замахался вам рассказывать про всякое странное. Вот. Ага, вот. Первая тима, одна игра. На первый матч. Сейчас у тебя выбор из второй и третий тима. Вот. Да, типа, лорд-нечицы не особо часто, типа, зависал, но, типа, у него график, знаете, типа, работа, все нормальные люди, не то, что я, который засыпаю в 7 утра. Вот. И он не знал, типа, в том плане, что ему лопнули первую команду, и он не знал на сколько. Вот. Потому что ему лопнули первую команду. Так, ладно. Мы начинаем. Да, он не знал в том плане, что ему лопнули первую команду, и он выбирал между второй и третий. Вот. И он проиграл на команду. А, вторая и третья тима. Блин. Сейчас выбор из... Так, это мне дало лорд-нечисти, ему лопнули первую команду, первая и вторая. Да, все. Он сейчас... Ладно, смотрим. Смотрим на этот махач. Демоны против арха. Итак, вопрос, будет ли 2-0 сейчас? Либо же... Ну, я просто там немного промахался, тебе говорю, у тебя сейчас выбор между второй и третьей командой, с чем-то уж он уже сыграл на третьей команде. Вот. То есть, у него третья команда лопнула, я говорю, у тебя выбор между второй и третий. И он такой, что, как, подожди, это как? Между первой и второй у него выбор был. Так, ой, архам будет сложно, ой, архам будет... 2 АОЕшки. 2 АОЕшки здесь можно полноценно, фульно, стакать мело, стакать тьму и уходить в стойку. Тут даже локоть особо никого не надо. Просто стойка и 2 АОЕшки. И, по идее, так как этого должно хватить для очень хорошего старта агрессивных демонов. Либо же можно вообще не юзать АОЕшку. Локтунь, например, Маргарет, стойка и, ну, блин, очень мало тьмы, это тоже плохо. Ай, неправильно! Неправильная скидка! Ребят, а вы все знаем, что это неправильная скидка стойки Чандлера. Потому что сначала нужно локтунь, потом скинуть стойку. Тогда не будет седаться один из бапов, который дается от реликвии. Ой, Сана, какой ты неграмотный на команде демонов, которые ходят первой. Ай-яй-яй! Плохо таким быть. Хорошо, лок Маргарет есть, но есть стойка. Можно просто заюзать баф Маргарет для того, чтобы разгонять пассивку Маргарет и делать цареля еще плотнее. Баф Маргарет. Я бы скидывал, честно вам говорю, я бы скидывал баф Маргарет, потому что это баф. Это баф, который учитывается. Он ничего не делает, но он дает стак пассивке Маргарет. А Архам против демонов нужно разгоняться как можно быстрее. Чтобы просто не лопнуть от демеджа. Так, задумался, задумался. Возможно, слышит мои слова, слышит. Хоть я это делаю оффлайн, ребята никак не могут заснайпить то, что я сейчас говорю. Вот, и то, как я комментирую, но он все равно они могут слышать мысли. Ладно, идет чистый ультра шмаэля. Ну, не чистый, через стойку. Фулл каунтер в маэля в 68 тысяч. Кажется, Сана немножко работала над командой демонов, но вот в плане отыгрыша нужно еще поиграть, потому что он потерял один баф Чандера. Не так страшно, я понимаю, но все равно он потерял этот баф. Здесь можно уйти чистой ультра шмела. Де-факто. Да, скинуть. Ауеш, да, типа он играет в полность, просто забирает Сарриэля. Кстати, очень любопытно то, что у команды демонов нет особо много дебафов. Это, кстати, очень плохо. Типа нет линка Сарриэля на Чандлере. Либо на Эстаросе. Да, нет Сарриэля и это плохо. Как раз из-за того, что Мелу нужны дебафы. Потому что он по дебафам бьет на 40% больнее. Ну, ребят, объективно, против такого, это очень сильный бонус. Это реально сильный бонус. Хорошо, вопрос, лопнет Мел или нет. Так, Сана все же отвоевывает себе первый его предный бой. Раз, ультимейт, под два вторжения и три дебафа и сейчас будет урона очень много. Сейчас урона будет очень много, смотрите. Дебаф на каждом. Это 40% дописходящего урона в каждого. Две и... Два и 9 ляма. Три ляма просто команда арков похована. Да. К сожалению, увы, ях. И окей, хорошо. Лост Вейн, так, команды, я сейчас хочу еще чекнуть. Да, Лост Вейн, фестивальный гаутер, бан и эсконор четвертый слот против команды Лост Вейна, Дианы, тоже фестивального бана и зелдер четвертый слот. И вот вы вопрос, сможет ли вот такая вот весьма любопытная пачка лорда нечисти. Вот. Реально, типа, гаутер тоже не самый привычный вариант, так скажем. Не самый привычный персонаж в основе. Вот. Вытащить против стандартной на данный момент команды фестивалей. Вот. Которая, ну, она пользуется очень большим уважением. То у всех она пользуется большим уважением. Потому что на данный момент это считается один из тир-один даже команда. Вот. Типа, на уровне со всеми остальными. И как раз Дианка под 70 тысяч. Бан под 70 тысяч Зелдрис. Не самый убер БК, но все равно у него 68 тысяч есть, это точно. Вот. Плюс у них есть хорошие линки под эту команду. Можно юзать Маэлей, можно юзать Тармейлей, типа, Сарей. Все. Отличная команда. То есть, на данный момент это самая сбалансированная команда между обороной и атакой. Очень много стоп от зеленого Зелдриса под зеленым Сарелем под баном 24% базовых характеристик, если я правильно помню. Вот. И Дианка дает плотность по уменьшению на 40% входящего урона по всей команде, если поставить стойк. БК классная дэмэдж от ласта, что тебе против нее тяжело уешать. Короче, команда весьма противная. Но здесь тоже, да, тут нет такой обороны, тут нет такой статор, тут здесь просто будут персонажи выходить больше на заходе. Вот, потому как а уешишь, цепляешь мело, это плохо. Типа, бан тоже весьма сам по себе плотный. Вот, Эско дает неплохой БК, плюс, когда выходит Эско, тоже он может вайпнуть, потому что тебе, де-факто, нужно просто забрать одного персонажа в формации оппонента, чтобы стояли все три. И, с учетом того, что в этой команде нет Эсконора, это что самое важное. Вот, и если стоят уже все три, типа, Эско может все это дело вайпнуть, там, типа, обеспечил формацию оппонента. Итак, все готово, все готово, последний бой за место в одной восьмой. Посмотрим, как же это будет, насколько же это будет красиво. Вот, Сана против Лорда Нечисти, а заруба получилась весьма недурственной, уже на 26 минут. Вот. Итак, давайте, кто же вас победит? Я понимаю, что сейчас говорю, типа, ваши ставки, все остальное, но заруба, то, плотненькая получается. Ну, а, так что, да, типа, ребят, если вы будете заинтересованы в турнире, все остальное, вы можете проспонсировать следующий турнир, вот, и вы можете поучаствовать в следующем турнире, если, ребят, желающих будет много, мы можем сделать несколько сеток, то есть, нижняя, средняя, типа, и высокая. Все будет рассчитываться по боку коробки и тому подобного плана. Так что, если вы заинтересованы, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте этот видос, для того, консоров об этом знали, больше участников знали об этом, и нас было реально полноценных три лиги. Вот. Будет кайфово, будет реально кайфово. Но, пока смотрим. Значит, команда стандартных фестивалей, я уже называю это просто стандартные фестивали, все, ходит первая, и есть шанс забрать Гаутера, Бана, либо же Мела. То есть, у лорда нечисти как раз открыты все персонажи, вот из-за этого, типа, Дианка очень классная, что Дианка защищает, как бы, свою основу, от агрессии со стороны оппонента. Во. Итак, ну тут явно нужно делать стойку Дианки. Вопрос, хватит ли демаж на то, чтобы забрать Лост Вейна? Хотя, с другой стороны, желательно, наверное, забирать Бана, потому что Бан куда более противный в этой формации. Типа, если у Лоста есть карты, он должен их как-то скидывать, все остальное. Но, с другой стороны, у лорда нечисти он ауешит, например, за Мела, и накидывает, ну, сначала накидывает дебав Гаутера, который локает в уровне карты. А, потом ауешит. Ранхапает карты Мела, и Мел не делает ничего. Майнгеймсы. Вопрос, ауешка Мела, либо же попытка забрать кого-то с формации. Попытка забрать кого-то с формации, но другим вариантом. Так, Гаутер просаживает. Да, там линк красного тармеля, поэтому, да, с этим тяжело. Здесь, как я и говорил, можно кинуть баф, зауешить и наложить метку. И Мел будет, по факту, бесполезным. У него не будет карт для использования. И заодно мы разгоняем пассивку хэллоуинского, ой, фестивального Гаутера. Это будет хороший ход, у него поранхапаются карты, такой, ха, а ты не можешь их использовать. Потому что на данный момент лорд Ничси не знает, сколько карт ласта есть в руке оппонента. Это очень классная идея. Да, он так и реализовывает. Боже, какой он молодец. Уважение. Уважение. Итак, и я бы ставил бы метку. Да, все так, как я и говорил. Очень стандартный ход для разогрева команды оппонентов. Но демеджа в этой команде просто нет. Слишком много плотности у команды. Очень много плотности. Так, хорошо. К сожалению, только одна карта, у Сана залочена. То есть, ход был очень грамотный. Очень интересная комбайн идет. Но сейчас, скорее всего, будет отлетать. Так, раз. Продианка. Не, он решает не редидианкой свои карты. Ну, да, 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 да. Ну, в принципе, атака Дианки, да, бы не добила. Это был бы лишний ход. Я слишком сильно недооцениваю бан. Бан выдаёт просто лютейший дэмэдж. Уменьшение шанса крита на 100% для ласта. Будет ли ему для этого проблем... Думаю, вообще нет. Но проблема в том, что ауешить, а там могут зайти карты ласта, и из-за этого всё, там будет посильная карта. Ты уже наложил метку на Диану. Зачем? Ага, он просто хочет выдать дэмэдж в Дианку для того, чтобы не было истощения по мелу. В принципе, резонный ход. Пробует забрать полноценную Дианку. Так, дэмэдж ласта. Ну, почти, почти. Третья карта не кританула. Ну, почти Дианка лопнула. Но, блин, здесь вот проблема как раз Дианки, как я и говорил. А, тут два ультимейта. То есть, ну, тут сейчас нужно законтролить сразу два ультимейта. Боже, лорд нечисти сыграл прям на очень хорошем скиле. Попытка забрать ласта. Надеюсь на то, что бан не пробьёт. Ну, ладно, тут есть ещё контроль ульты. Контроль ульты бана. А бан, у бана ульта лохнута. Просто дэмэш выдавай. Сейчас просто вот это, вот это центральная карта уходит. Эти две мерзица будет третий орб. Это будет как раз четвёртый орб и будет истощение полостов. Будет истощение полостов. Сейчас может быть прям очень важный момент. Ульта бана залогнута, поэтому может не пробить. пробовать забирать её, пробовать забирать. Ну да, она капитала много дамага. Падает лост, падает лост, но от лордоничицы прям очень хороший отыгрыш. Ладно, здесь ультимейт, но он, к сожалению, локнут. накидывает ещё дебавчика для того, чтобы ультимейт хоть как-то продамажил. Ну да, тут без метки не кританёт. Не кританёт. Ладно, по двоих по лосту кританул. Но у лоста просто банально нет карт. Лост бы сейчас бы что-то выдал, но у него просто банально нет карт. Ладно, Сана тоже намешает метку, но у него, к сожалению, для лорда нечести. Вот. Скидыщ. Эска не помер. Эску не добили. Ладно, Эска сейчас отлетает, и, к сожалению, для Эска он уже никак не сможет затащить. Даже если сейчас соберёт золотое солнце, которое не собралось. Даже если бы оно было собрано. Ну, ещё есть четвёртый слот. Есть четвёртый слот. Тут, скорее всего, уже просто скинута первая карта, которая не попадет. Да, Дианка-то уже тоже разогнана по демеджу, плюс она впитала в себя весьма неплохо так, не дурься на демедже. Ну, и финальный бой, да. Финальный удар Ласта, чья карта зашла. 68 тысяч. И на этом можно поздравить Сана с проходом в 1 восьмую. Всё, теперь мы знаем всех финалистов, и после того, как я выложу этот видос, вы его посмотрите, вы уже увидите всех участников 1 восьмой. Вот. Ну, на этом у меня всё. Ждите турнира, делитесь с друзьями, приглашайте на следующий турнир тоже своих ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всё. Здесь много контента и много турниров. Вот. Ну, на этом у меня всё. Спасибо за внимание и до скорых встреч сегодня вечером на стримчике. Вот, по турниру. Покедова. Субтитры сделал DimaTorzok